все в нашем мире динамично и по большей части не постоянно меняется понимание прекрасного способы взаимодействия даже понимание законов физики и сложившегося порядка вещей как наше личное так и понимание всего человечества но есть одна вещь которая всегда будет неизменна это энтропия если честно мои мысли были далеки от физики в момент когда я начал об этом думать я сидел центре проверки зрения неделю назад мой правый глаз стал видеть хуже и вот сейчас я сижу в коридоре из глаз вытекают излишки лекарства зрачки максимально расширены я вижу все перед собой очень мутно вижу кучу расплывчатых людей которые тоже наверняка мутно меня видят в интернете так много мемов про старость сразу после 25 но ведь это правда да есть физические нагрузки безглютеновые булочки линзы но моложе и здоровее мы уже вряд ли будем если честно эти мысли заходят гораздо дальше легкого снижения остроты зрения гребаные наушники самого детства с появления самого первого кассетного плеера на новый год эти мелкие засранцы ломаются с периодичностью раз два месяца один наушник сначала начинает слегка хрипеть звук начинает пропадать пока не затихает полно у наушников абсолютно всегда ломается провод у основания любимые майки рвутся телефоны падают попробуйте хоть раз в день увидеть человека с треснувшим экраном айфона еда портится скейтеры слетает с досок питомцы умирают вы можете сколько угодно сдувать пылинки со своего нового макбука все равно на нем скоро появится смачная царапина то же самое касается жизненных периодов в один момент вашей безоблачной жизни происходит ссора с близким человеком вы уходите из университета теряете деньги поддержку и контроль хватаетесь за разные способы спасения вроде вина седативов зожа и вегетарианство но все только усугубляется летит какую-то неведомую пропасть вы теряете контроль и упорядочивание все превращается в хаос забавно но все это описано научно второй закон термодинамики говорит что для вселенной в целом энтропия возрастает если проще все стремится к беспорядку и мы никак не можем это изменить если взять коробку аккуратно сложных вещей и встряхнуть ее вещи станут беспорядочными если встряхнуть коробку еще раз беспорядок только усилится вероятность того что при встряхивании порядок внутри коробки возрастет настолько мало что этого точно не произойдет вода всегда будет растекаться а неудобная херня вашей жизни будет происходить энштейн говорил что второй закон термодинамики единственная физическая теория которая никогда не будет оспорена и он в этом практически уверен это фундаментальное свойство заложенное в нашей вселенной этого не избежать да и сама вселенная постоянно расширяется и рассеивать свое тепло этот процесс необратим и он ведет к увеличению энтропии и в итоге когда-нибудь к тепловой смерти вселенной хорошо чувак печали безысходность так зачем ты об этом рассказываешь я отвечу вопрос в чем смысл жизни самого детства является не то что риторически а прямо издевательски никто этого не знает но все пытались искать смысл жизни значит априори заниматься бессмысленно и вот ты в очередной раз теряешь весь смысл своей действительности важные вещи рушатся точка опоры и уверенность вылетают из-под ног и это длится месяцами набирает обороты и кажется не собирается останавливаться в какой-то момент к этому отсутствию смысла прибавляется знание о том что абсолютно все разрушается постоянно и беспрерывно да это может свести с ума и окончательно все сломать но у меня внутри вдруг щелкнуло и я в первый раз за долгое время стал спокоен если это фундаментальный закон значит он распространяется на всех и на все это значит что каждый человек и существо рядом сражается с тем же самым и по сути это прописано в жизни как сценарий это просто такое правило все и все находится в равных условиях в таком понимании есть что-то реально успокаивающее кроме этого несмотря на безостановочную энтропию на земле же есть илон маск со своими paypal spacex тесла и даже огнеметами 21 pilots когда-то собирали квартирники а сейчас разрывают самые большие стадионы мира и мои наушники которые между прочим работают без вечно ломающихся от проводов девяносто шестом году у нас была только треугольная грудь лары кровь а сегодня почти настоящие и виртуальные шлемы чтобы по достоинству это оценить кажется иногда нам есть чем ответить безумному хаосу когда растет дерево она организует материю и уменьшает энтропию когда гигантская съемочная команда из кучи обрывков идей наследие поп-культуры и сложного оборудования создает культовый сериал она уменьшает энтропию когда много людей строят город или живут по закону они тоже уменьшают энтропию да в нашем мире беспорядок всегда увеличивается но в основном там где есть бездействие с физической точки зрения для уменьшения энтропии систему должна поступить большая энергия извне организующая деятельность осмысление труд творчество создание чего угодно преобразование вашей внутренней энергии уменьшают энтропию и как следствие ни много ни мало противостоят разрушению мира я сделал для себя открытие чтобы быть хорошим полезным человеком ты просто не должен увеличивать энтропию мира и по возможности стараться ее уменьшать давать больше чем брать оставлять после себя больше порядок чем был до себя доводить до конца начатое позволяясь людям чувствовать себя лучше как это делает я ну риф например поэтому мы и любим его всем интернетом ну что тут еще скажет любовь а и 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 спасибо огромное что посмотрели это видео я реально надолго пропал но я воплощал жизнь свою давнюю мечту вся музыка которую вы слышали в ролике была написана мной с помощью вот этого малыша с помощью гитар и других разных штук и я действительно горжусь этим и знаю что на ютубе так не принято и скоро здесь всегда важнее качество пока я написал сценарий написал музыку все смонтировал прошло полтора месяца но мне хочется делать так дальше и повышать планку качества поэтому очень хотелось попросить если вдруг вам видео реально понравилось и вы хотите как-то помочь поделитесь им покажите тому кому это может быть интересно и и это будет лучшей благодарностью спасибо вам огромное что смотрите ждете здесь инстаграм здесь telegram любовь